всем привет на канале здорово я видео сделала начну с того что мы сами решили переехать переехать за границу неважно пока что куда но если даже все у нас получится при хорошем раскладе этот перест может растянуться на полгода мы давно думали об этом но достаточно недавно вот так вот просто по щелчку пальца решили и начали действовать наконец после того как уточнили некоторые нюансы пошло побыстрее дело до него спустя неделю уволился с работы мы начали фотографировать вещи на продажу делать загранпаспорта потому что у нас даже их нет и вот этот влог будет как раз про две-три недели то что проходило у нас как мы переживали это что у нас случалось и что мы вообще делали к готовились что было понятно да не волнувся с работы чтобы ехать в питер там быстрее сделать загранпаспорт так как по месту прописки и плюс ему нужно будет сделать операцию на грыжу понедельник осталось два дня и даня уже выезжает в питер и получается мы месяц или полтора будем просто в разных городах с ним я буду ждать свой загранпаспорт и потом поеду к нему мы решили погулять прощаться но я работаю и чтобы погулять меня сменяли также спите часов утра я не сплю и сейчас вышли с работой а 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 так устала за сегодня она нам нужно собирать да не чемоданы потому что завтра мы уже уезжали что вы ничего не забыл Вторник А вы уже стучали? Да Наверное, стучали, когда я еще здесь Что, не айсарта? Это колбаса Ясно Не походи Нет Это просто идеальное место Рассетка рядышком А что еще тут рядышком было? Первая нижняя Здесь все свободно Пока что Музыка 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 Паспорт Чтобы сняли отпечатки И все такое Так что Вот А еще такой забавный момент Что мы с Даней вместе подавали на загранный паспорт через госуслуги И то ему на часа три-четыре раньше отправили В итоге Я сейчас иду уже Фотографироваться Госпошлиное все оплатили А ему до сих пор не пришло подтверждение Музыка 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 Честное слово, я очень рада этому. Я люблю, когда в паспорте браются фотографии. Единственное, что там щёчки есть, но они у меня везде есть. Так что это не беда. Осталось дождаться уведомления, когда можно забрать. И всё, паспорт готов. Четверг. Сейчас стукнуло. Девятнадцатое мая, буквально на часах там 10 минут первого ночи Даня едет в поезде ещё. Я убираюсь в бане, смотрю фильм. И стукнуло ему сегодня 28 лет, день рождения. А я так далеко. Мне очень хотелось сделать его день рождения-то особенным. И чтобы ему понравилось ходить в аквапарк. Буркерную, подарить кучу грузовых подарков котёнкам. Это было бы идеально. Он очень хочет кота. Но мы понимаем, что в связи с переездом и всё такое, кота мы не можем пока позволить. И вообще, за тысячу километров. День рождения у него он один в поезде. Мне так грустно от этого. Но когда я не сказал, что иногда, чтобы получить что-то лучше, нужно чем-то пожертвовать. Так что, можно сказать, что это одна из наших жертв. За пару дней до этого. Ты знаешь, что это? Нет. Морожка? Нет. Знаешь? Как завернуло-то. Да ладно! Ты не знал! Нет! Знал! Нет, реально, ты говоришь, маленький. Маленький, я думал, был лодчик какой-нибудь. Знал! А чё ты тогда там бежала, смотрела, сколько он стоит? А чё? Ах ты, коза! Ты знал! Что это такое? Птички мои, я садюсь! Спасибо тебе! Точно! Ура, я не буду лонять! Как на бахне даже нет! Я не знаю, здесь я стою. А, чипер! Ты же брился? Чё? Вторник. На фоне сверхъестественные. Я ещё лохматая, проснулась недавно. Сегодня, как неделя, мы не видим все здания, и он в Питере, и я в Адграде. Сначала я думала, что это легче пройдёт время. Не скажу, что супер тяжело, потому что я забиваю себе больше работы. Я взяла подработки на каждый день, чтобы заработать больше денег, закрыть долги. Но и плюс, потому что дом всё-таки так одиноко без него. Есть одна проблема, это я привыкла засыпать с ним. И поэтому я не могу рано уснуть. Я ложусь обычно сейчас часа два-три ночи. Когда устану и уже валюсь с ног, и тогда я ложусь, включаю сериал и засыпаю. В другом случае я просто ложусь и долго-долго-долго изнурительно лежу. Вот. Расстояние всё-таки... Ну, всё время, когда рядом, близко, и на такое долгое время никогда не отключались... Неделя прошла. Но даётся знать, потому что... Ну, я бы сказала, у меня появляется неуверенность немного в себе. Хотя это плохо. Человек должен быть вроде сам от себя зависеть. Но всё же в отношениях я отчасти зависим от другого, своего партнёра. Не хватает, когда мне грустно, чтобы просто подошёл и обнял. Я планировала сначала туда поехать, когда он получит документы и сделать уже операцию на грыжу. Но операцию мы поставили только на 5 июля, или 6, то есть это будет через полтора месяца. И мне кажется, я просто не выдержу до этого времени, поэтому я получу свой паспорт. И дальше будем смотреть по обстоятельствам, но до конца, пока он получит свой паспорт, я не буду ждать. Ну, а пока делаю дома дела. На самом деле, я больше веду обычный образ жизни, то есть просыпаюсь, кушаю. Сначала начала собирать чемоданы все. Сейчас я понимаю, что я уже неделю живу на чемоданах практически, а мне ещё недели две есть, чтобы снимать эту квартиру времени для того, как и так. В итоге я решила всё убрать, убраться дома и жить как ни в чём не бывало, и мне на самом деле хватит дня два, чтобы уже собрать там все вещи. Потому что тут все ненужные вещи мы практически уже распродали, и осталось то, что даём родителям и не забираем с собой. Вот так вот пойду я собираться в душ и на работу потом ещё. Пришла домой с работы, включила сериал, лежала-лежала, и тут вспомнила, что мне пришла посылка с Wildberries, и теперь собираюсь за ней. А там органайзеры для вещей, чтобы удобнее было в чемодан складывать. Так что, идём с вами теперь. В общем, зашла я и собрала, проверила вроде все шесть штучек, но мне кажется, я чуть-чуть продешевилась. То есть, я хотела один набор взять, но он стоил полторы почти две тысячи рублей, но он такой красивый и видно, что качественный. Но решила сэкономить и взяла совершенно другой. Он стоит меньше пятиста рублей, причём, что стараемся всё равно не тратить, и посмотрим, как будет. Но выглядит, на самом деле, не совсем то, что мне нравится, но зато под цвет чемодана. Вот. Короче, я режу сначала их вдоль с каждой. Ты можешь пополам варезать, чтобы они принесли, как тебе удобно. Вот. И просто вот так примерно. Начина. Если мне чуть толще, то ничего страшного. Я хочу узнать вопрос, 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 вопрос. Зачем делать это? Она подача раздевать. Самая бесполезная карта. Ты не поверишь? У меня слон наступил на ухо. У меня слон наступил на ухо. Красиво сказано. Давай, все равно. Давай, попробуй. Я слон наступил на ухо. Все равно. Я слон на ухо. ПЕСНЯ Это самый крутой момент В детстве меня родители отдали в хор, потому что у меня был бас То есть я пела прям басом Тогда он меня начал пищать Но когда я перестала ходить И ведь потанцевала на моей беже Нет, знаешь, если ты поешь и чувствуешь, что ты поешь не так Это значит, что у тебя есть слух, но просто голос такой типа Я пела, Даня снимала и выкладывала все истории И его брат пишет типа Слушай, она реально такая у меня у него поет? Или она прикалывается типа Хлотный ветер с дождем Хлотный ветер с дождем Усилился стократно Все говорит об одном Что нет пути обратно Что ты не мой лапушок А я не твой Андрейка Что у любви у нашей села батарейка Суббота Суббота Поставить Суббота Суббота Уними Продолжение следует... 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 Мы арендовали, мы выходили из зоны комфортности, потому что она стоила больше, чем мы планировали. Это был большой скачок для комфорта для нашей родины. А когда мы уже договорились хозяйку давать квартиру, такое ощущение было, как будто мы сами ее заработали. Мы ее сами сделали, а она забирает ее. Но, увы, это не так. Я прям влюбилась в нее с первого взгляда, когда увидела, и я очень рада, что мы здесь пожили. Знаете, как больше запоминаются места там, где я хороша. Так вот, в этой квартире было ощущение. И это такая фигня сплакать из-за квартиры, но она правда офигенная. И мне нравилось это, как я вокруг себя окружила красотой. А пока время придется пожить там, где, скажем так, не соответствует моему внутреннему ощущению. Я не могу даже передать эти ощущения. Ой, плакать мне. Ладно. Ну, вот и ся. Ну, вот и ся. Ну, вот и ся.